Особое мнение на 101FM Еле, да, новогодние стоят Но на следующей неделе будет финальное в этом году заседание Кировской городской думы 19-е, да, по-моему, декабря, вторник И там в том числе вопросы бюджета города на следующий год будут обсуждаться Давайте начнем с этого С основных моментов, какие принципы закладываются в формировании городской казны На следующий год, ну, кое-что уже есть в информационном поле И по аналогии с бюджетом региона И бюджет города тоже будет социально направленным, безусловно Да, безусловно, ну, принимается основной документ города, это бюджет Бюджет социально направленный Больше половины средств выделяется на обеспечение функционирования социальных учреждений Образовательных, в том числе Но мы понимаем, что людям, конечно, интересно узнать, какие изменения в городе произойдут То есть, как изменяете бюджеты, повлияет на жизнь нашу Мы имеем в виду видимые изменения Видимые изменения То, что мы изо дня в день можем наблюдать, да Конечно, потому что выходим каждое утро из подъезда, смотрим, что поменялось, стало ли что-то лучше Мы же в это верим всегда Поэтому, конечно, хочется отметить на следующий год серьезные изменения Это и улучшение освещения улиц областного центра Здесь больше 5000 светильников будет установлено Это замена прежних, замена существующих? Дополнительные светильники поставятся Новые еще даже, да? Да, закуплены они Соответственно, будут проведены работы по окончанию работы в парке Кирова Определенные работы по благоустройству в парке В филармонии в парке Вот, как они будут сделаны И самый важный момент, наверное, пожалуй, хочется отметить, что увеличены средства на содержание уличной дорожной сети Вот, то есть приборка улиц и их содержание состояния Ну, это в связи с юбилейными мероприятиями, конечно Вот, город должен стать чище Город должен стать уютнее, комфортнее, ну и красивее, прежде всего, я считаю Можем сейчас назвать какие-то конкретные суммы? Насколько прибавка там существенная ожидается? Ну, мы посмотрим в бюджете Последний контракт, насколько помню, миллиард Миллиард шестьсот Да Миллиард шестьсот будет на два года он контракт Вот, и, соответственно, здесь у нас основные, я думаю, что все-таки и направления, и улицы, и тротуары, общественные места Они будут, конечно, в этом году, ну, наверное, в максимально идеальном состоянии за прошедшее время Самые распространенные проблемы, которые нас сопровождают из года в год в плане уборки города, это недостаточное количество техники и недостаточное количество рабочих рук Вот, видимо, подрядчикам, в первую очередь, эти вопросы надо будет решать Число техники единицы увеличивать Подрядчикам поставлены задачи, да, сдержать город в новом состоянии Вот, они закупают и технику под эти контракты, соответственно Но рабочих рук, я думаю, будет хватать Потому что, если есть финансирование, то, соответственно, уже и появятся возможности для реализации поставленных задач Расходы на реализацию депутатских наказов, они в том же объеме останутся? Да, мы же знаем, что у каждого депутата на округе, да, есть определенная сумма Ну, безусловно, и это очень важное подспорье, потому что многие вопросы на округах решаются точечно И оперативно, как раз за счет униния наказов наших жителей Вот, да, сумма сохраняется 6 миллионов на округ Но основные, конечно, это вопросы, связанные с функционерами, опять же, там, социальных учреждений То есть образовательных Школы, детские сады Школы, детские сады, но это самые такие места Замена окон Но здесь еще нужно отметить чуть-чуть вперед Загляну Одним из запросов, достаточно частых, которые появляются на округах Это запросы от детских садиков по содержанию, по состоянию территории детских садов Потому что многие территории были заасфальтированы там достаточно давно И уже пришли в негодность, будем так говорить Вот у меня тоже на округе, ну, совершенно там страшно заходишь И как дети бегают Жутко смотреть Особенно, когда смена сезонов осень Ну, там даже просто асфальт Весна, да И здесь, ну, вот очень, я считаю, своевременно принята программа по ремонту территорий детских садов Вот 54 садика были определены На три года проект, на по 18 садиков каждый год мы будем приводить нормативное состояние 54 садика, так насколько я помню, это примерно третья часть Да, но это цепальных детских садов, которые у нас есть Да, здесь было проведено обследование всех территорий Ну, в общем-то, первоочередные узкие места были выявлены И по ним принят Вот этот график существует Ну, понятно, что где есть предписания, они будут в первую очередь устранены Да, но я думаю, что эта работа будет продолжена Это очень важный момент Ну, потому что, понимаете, ребенок, приходя в садик, он знакомится с жизнью прежде всего, да То есть какая жизнь за пределами его дома, его квартиры И все-таки нам очень хочется, чтобы ребенок видел ту же красивую, приятную Перспективы есть увеличения, может быть, как-то ускорить эту программу Не по 18 ежегодно, а все-таки побольше брать детских садов, чтобы приводить в порядок Уже сейчас Подъездные пути Нет, это не подъездные пути, это именно территория А, территория самих То есть то, что за забором находится То, что внутри Да, вот, подъездные пути, это отдельная была история Вот, а здесь, ну, просто, конечно, правильно, чтобы не были эти работы синхронизированы И подъездные пути, и территория детских садиков Вот, но там достаточно затратная картина, поэтому я думаю, что Если мы получится эту программу реализовать, то будет хорошее А в дальнейшем уже надо будет, конечно, работать, в том числе депутатов, на кругах Следить за то, чтобы возникали какие-то узкие места, чтобы их нужно было вовремя отмечать И находить способы их решения Не просто затратная, а все еще более затратнее становится со временем Потому что мы же знаем, и стоимость стройматериалов растет, и стоимость работы тоже увеличивается Ну, это такая общая ситуация, да? Ну, конечно Связанная со строительством и благоустройством Хорошо, раз уж затронули тему дорог, как вы оцениваете уборку города Вот за последние недели тут у нас и оттепели были, и мороз сейчас Люди жаловались традиционно в начале зимы на несовременную уборку Вывоз снега в том числе и даже прилетело главе администрации представление от прокуратуры по поводу большого числа травмировавшихся людей Люди, видимо, падали просто-напросто, да 80 человек там фигурируют Я понимаю Как ваша оценка? Как замглавы города, личная? Я просто по своей, по характеру, по своему очень много хожу пешком в городе Ну, на машине тоже передвигаюсь И касательно очистки дорог автомобильных У меня вообще нет ни одного замечания, скажем так Это даже личное мое мнение Вот Вы, видимо, сами снегопады не выезжали Я как раз сами снегопады тоже выезжал Но нужно здесь понимать, что все-таки снегопады это естественное природное явление Но здесь вопрос ведь не в том, сколько его выпало А в том, насколько быстро службы средствующие успевают это дело отрабатывать Я считаю, что в этом году как раз касательно основных особенно направлений Дороги были вычищены полностью С тротуарами чуть-чуть, может быть, прошла задержка Но это правильно, потому что основные силы были направлены на... Ну, как обычно у нас магистральные улицы Магистральные улицы, транспортные, чтобы была сохранена транспортная Сообщение там, в том числе и для транспорта общественного прежде всего Вот Но 2-3 дня буквально прошло, наверное И вот тротуарная сеть тоже расчищена И у меня есть несколько таких тротуаров в округе, которые для меня Таким локмусовой бумажкой, маркером Таким, да, вот если они расчищены, то значит уже... Это где, например? Ну, вот улица Горького, например Она такая не... Уже мне хорошо знакомая регулярно Центральная улица, но она вот прямо требует внимания Потому что там большой поток людей Ну, в джим-молоду, там, да, в какие-то там офисные учреждения и все Вот, ну и вот по ней как раз очень хорошо освеживать, да И прям хорошо сейчас, чистенько, аккуратненько, ровненько, да Там, и может быть правильно, чтобы очищается не до брусчатки, не до асфальта А остается снег, и он даже, ну, с моей точки зрения, там, менее скользкий, например Обувь цепляется Обувь цепляется, да, то есть нормальная ситуация, я считаю А вот, кстати, да, мы с вами неоднократно поднимали тему обрусчативания, да, города Вот брусчатка в этом отношении, она зимой как-то немножко похуже, да, по сравнению с асфальтом Если она почищена до основы, да, то более опасно передвигаться Мини-фрикционные свойства, да Поэтому я думаю, что город все-таки в какой-то момент определенные участки вернется обратно к асфальтированию Это и быстрее, в том числе, и более, на мой взгляд, все-таки уместно в многих местах Где не требуется какой-то там постоянной переборки этой брусчатки Либо там требуется какая-нибудь составляющая статическая, да, мы понимаем То есть есть улицы, где вот в брусчатке не смотрится, ну, достойно, да, асфальт там не уместен Вот, ну, в новых районах или там, где есть высокая, там, транспортный поток В том числе и, там, на мой любимый, там, вопрос, это мамы с колясками в том числе Вот, и там, конечно, асфальт, он гораздо был Ну, раз вы упомянули улицу Горького, тоже часто там бываю Она одна из тех улиц, с которой в брусчатку тоже завели Широкая достаточно часть для пешеходов оказалась в районе того же парка имени Кирова И я еще замечаю, зимой каждый год это происходит Когда проезжает трактор, который расчищает эту поверхность для пешеходов Он ее расчищает не на всю ширину, получается такая вот узкая Но она уже, да, зауживание идет Может быть, как-то возможно решить этот вопрос с подрядчиками Я понимаю, что исполнительная власть должна заниматься этим в первую очередь Со своей стороны, да, я считаю, что зауживается тротуарная часть Но если тротуар расчищен на ширину трактора, там, средств малой механизации Ну, это, в принципе, достаточно вполне для прохода в двух направлениях встречных пешеходов Там никто друг друга не задевает Хуже, когда расчищается не механизация, а вручную Вручную, то там уже действительно тропинки Или там в ножную, когда люди проходят ногами Вот там, конечно, недопустимо То есть не должны люди сходить там в ту гроб, чтобы пропустить встречную Но сейчас такого практически, вот я как раз и замечаю, что все меньше и меньше Наверное, в этом году уже и не находило таких мест, где нельзя было пройти по нормальной дорожке А по поводу так называемой песко-соляной или соляной смеси Вы задаете этот вопрос представителям исполнительной власти Мы же на протяжении последних лет неоднократно слышали о том, что количество высыпаемого песка Должно уменьшаться на нашей улице и тротуары Но пока, на мой взгляд, этого не происходит Песка по-прежнему много Не знаю, сейчас вот при расчистке за прошедшие несколько недель снежных То есть по тротуарам большое количество песка я не вижу у себя, допустим, на округе Но с другой стороны мы понимаем, что и многие средства для снижения ВДС, дорожной сети Они при правильном применении, то есть рассыпаются и потом через некоторое время должна собираться Они выполняют свою функцию очень хорошо Другое дело, что если по каким-то причинам вовремя не убирается смесь, которая получилась после работы реагентов То там получается некорошее, некрасивое, а замерзает снова и становится хуже Но я думаю, что сейчас это вот по состоянию, давайте посмотрим на любые центральные дороги нашего города Они вымороженные, сухие, чистые То есть здесь, ну, нужно отдать должное То есть там так или иначе, но подрядчики работают, работают достаточно серьезно До очередного потепления, до очередного снегопада Ну мы будем верить, что потепление Которое не с горами, видимо Да К другой теме хотел бы перейти, которая недавно была реализована в нашем городе И вы были в числе спикеров, которые были у нас в студии Я имею ввиду внедрение новых правил размещения рекламных вывесок И недавно, насколько я знаю, в центре мой бизнес Предприниматели собирались и могли задать вопросы руководителям города, ответственным в первую очередь за это Какая обратная связь сейчас от предпринимателей поступает по этим новым правилам? Есть ли какие-то очень острые моменты, которые требуют незамедлительного решения? Ну вот будем так говорить На сегодняшний момент прямо острых обращений и серьезных вопросов не возникает Они в общем-то больше частного характера, точечного Где вопросы размещения средств нужной информации Они не очень, скажем так, четко могут быть формализованы на тот или иной участок Ну например, если находятся помещения, коммерческие помещения в здании В них находится один вход центральной улицы А все остальные фасадные площади находятся во дворе Соответственно, разместить вывеску получается очень тяжело А когда их большое количество оренаторов, то, соответственно, получается уже нужно разместить большое количество вывесок Вот, например, как нужно его решить Мы понимаем и разъясняем, что нужно поставить модульную конструкцию, которая позволяет допустимо и позволяет проинформировать Где на одной площади информационной будет размещена информация о каждой фирме Вывески, да, они, пускай меньшего размера, но их местоположение четко, опять же, понятно И человек, который ищет нужную организацию, он тут же понимает, где ее найти Собственно говоря, об этом, еще раз повторюсь, основная цель вывески То есть информирование о местоположении, но не реклама И, конечно, возникают и, наверное, возникнут, будут возникать вопросы по технологии изготовления, допустимой в тех или иных участках По размерам вывесок И здесь я просто со своей стороны, что хочу сказать Чаще всего эти вопросы задают арендаторы, задают коммерческие структуры Здесь вот я просто порекомендую выбирать подрядчика, который полностью ознакомился с нормативной документацией С теми поправками, да, поправками, ну там уже, в принципе, поправки, там уже новый документ Вот, и очень важный момент какой, что вот как раз вопрос был с этим связанный Обращался в коммерсант, говорит, мы заказали вывеску, нам изготовили И выяснилось, что у нас с нарушениями То есть, надо переделать Дополнительные расходы, да Почему? Вот, на этот счет просто очень четко нужно понимать, что в договорных отношениях всегда формализуется эта ситуация Когда прописывается, что работы должны быть произведены в соответствии с действующим законодательственной федерации И если рекламное агентство выполняет работы, и при этом они нарушают наши внутренние документы Соответственно, мы вправе спросить у агентства, почему они выполнили работу с нарушениями Ну и на основании этого, собственно говоря, принять претензию То есть, если работа будет выполнена с нарушениями, то агентство обязано их по большому счету исправить за свой счет То есть, это важный момент, на что хочется обратить внимание наших жителей, скажем так А когда ревизия начнется, чтобы посмотреть городские пространства, оценить на предмет внедрения новых правил? Значит, ну по исторической части города Когда наказывают, уже начнут за несоблюдение Да, по первой зоне, скажем так, да, по зоне более строгого регулирования, строгого контроля Проверки начнутся, ну, с нового года То есть, у нас как раз переходный период до 1 января И здесь мы уже сейчас будем смотреть на тем, как это отработано Можно ли сказать, что сейчас эти компании по изготовлению вывесок уже завалены работой? Владеете вы этой информацией? Слушайте, ну я скажу так Мне кажется, такой сезон сейчас начался Насколько я знаю, эти компании чаще всего без работы вообще никогда не сидят Вот, то есть, объем работы, он постоянно текущий, идет То есть, вот, но, наверное, сейчас прям такого ажиотажа большого, наверное, нет Но новогодний ажиотаж сам по себе технически существует То есть, новогоднее оформление и прочее, прочее Вот, но я думаю, что с веерия месяца, конечно, обращений будет гораздо больше Только появятся документы, предписания на демонтаж Кстати, по поводу того, как выглядят всевозможные точки по продаже товаров и оказанию услуг Несколько месяцев назад мы с вами разговаривали И вы тогда озвучили мысль о том, чтобы предпринимателей Как-то их, ну не то чтобы понуждать, но разговаривать с ними на предмет увеличения освещенности у лиц города Получилось ли сделать в этом направлении положительные шаги? Тут такая комплексная история Это было такое небольшое лукавство, почему-то со стороны СМИ иногда озвучили ситуацию, что нужно освещать улицы города за счет вывесок Ну, это такое, ну, так, я бы не сказал, что это правильно Ну, в принципе, наверное, были люди, которые так интерпретировали Так интерпретировали Я так не интерпретировал Я тоже как-то относился очень скептически, потому что улицы города, они не будут, собственно говоря, освещены Появлением новых вывесок, да, световых элементов Другое дело, что они будут выглядеть светлее за счет того, что фасады будут действительно более яркими, более насыщенными Это действительно так Но задача освещения тротуаров точно перед этим не ставится Вот, а здесь, я думаю, что и заметил, что в исторической части многие вывески, которые уже сейчас меняются Вот, они как раз делаются по рекомендованным технологиям, да, то есть это отдельно размещаемые буквы, графические элементы, и они световые Вот, все равно повод, скажем так, для замены сейчас такой более серьезный Для освежения вывески, которая висела, там, 10 лет не менялась, да А новые технологии, они позволяют достаточно недорого и гораздо эффективнее, чем раньше, да, создать красивую вывеску, которая светится вечером-ночью Соответственно, как бы она уже украшает город и свою задачу выполняет, в том числе и сделая его светлее А, кстати, забыл уточнить, Даниил, когда мы говорили вначале о бюджете и о том, что увеличатся расходы на освещение города Тут Вячеслав Николаевич, Симаков, глава администрации, написал о том, что у нас еще и здания будут подсвечиваться дополнительно Это дополнительно, да, к этим расходам, к новым светильникам? Ну, да, это отдельная история, то есть здесь речь идет, скорее всего, об архитектурной подсветке зданий Да-да-да, это имею в виду, это еще дополнительно еще будет, да? И здесь... Там определены места, где дополнительный подсветок Места определены здания, которые должны быть таким образом, скажем так, украшены Вот, но это отдельная программа, то есть по ним нужно смотреть Далеко не везде, конечно, это возможно реализовать Вот, допустим, там на зданиях, которые являются объектами культурного расследия Которые бы хотелось, например, подсветить более красиво Да, там какие-то радикальные измерения в фасаде Невозможно там, да, или очень затруднены Вот, но как раз они являются наиболее красивыми зданиями, которые требуют архитектурную подсветку Вот, те здания, которые современно сейчас строятся А в них чаще всего уже это закладывается изначально на этапе проектирования Вот, и они уже получаются там в комплексе красиво сделаны Это часть такого современного дизайна, да Ну, совершенно верно, и, конечно, город получается гораздо интереснее Но здесь и с точки зрения, допустим, там застройщиков, если у них здания Элементарно ведь мы чаще всего берем, в том числе и по внешнему виду, и по красоте Вот, а здесь достаточно небольшие затраты на фоне, скажем так, общей постройки здания Но при этом внешний вид меняется, ну, в принципе А, кстати, как известно, в этом году хорошими темпами у нас развивалось, я надеюсь, будет продолжать развиваться озеленение города Вот по этой части, какие бюджетные будут вливания в следующем году, известно ли, продолжим ли мы в этих хороших темпах работу? На 23-й год достаточно большие были, были значительные увеличения бюджета на озеленение нашего города Я так понимаю, что эта работа будет продолжена, потому что объем работы по озеленению запомнил он большой Вот, так как есть достаточно большой объем, скажем так, деревьев, которые требуют освежения, да То есть часть старых деревьев, ну, необходимо, наверное, привести в порядок, где-то сильно кронировать И, соответственно, привести достаточно большие вопросы по озеленению Я считаю, что здесь важно работать больше с точки зрения общественных пространств, которые, ну, там, парково-скверовые какие-то территории Которые небольшие, то есть это моя личная позиция Есть большие парки в городе, но они чаще всего находятся не в шаговой доступности Вот, мое личное желание, мое личное видение развития города здесь То есть это повышение количества небольших скверов, небольших парковых пространств, которые находятся всегда в шаговой доступности То есть буквально вышел из дома, из подъезда, и вот в такой зеленой зоне оказался, тут же присел, отдохнул, с детьми вышел Да, чтобы бабушки выходили, могли там, да, пожилые люди посидеть, отдохнуть Вот, мамы с колясками, мамы с детьми, там, это вот, чтобы было недалеко, не нужно было куда-то далеко там идти И, там, зачем это надо, когда... Территорий-то в городе много Просто их нужно грамотно оформить, облагородить, то есть как раз вот вопрос озеленения их, создания комфортных таких теневых зон Ну и вот, собственно говоря, и, наверное, самое уютное решение для любой территории, это как раз озеленение Потому что это не нужно делать какие-то постройки серьезные, да, то есть деревья сами по себе создают уют Жалко только, что не круглогодично климат наш не позволяет Но климат у нас хороший Вечно зеленым быть Ну, с другой стороны, вот сейчас эти выходные, я думаю, что многие все равно из дома уже вышли после мороза Посмотрели, насколько красивы вот деревья в снегу Ну, так, я как со стороны эстетики смотрю, ну, слушайте, ну, просто прелесть на самом деле Буквально за несколько часов, да, это преображение случилось, да Ну, очень красиво, то есть своя эстетика такая Раз уж мы заговорили сейчас немножко про детей, про родителей, про детей, да, как известно, у нас с 1 января следующего года будет реализована новая мера поддержки в регионе Доплачивать будут мамам за первого рожденного ребенка до средней зарплаты по области, цитирую губернатора, у нас появится профессия мама Вы как замглавы города, как родитель поддерживаете появление? Ну, слушайте, ну, я как многодетный отец, конечно, я очень большой, скажем так, радостью поддерживаю инициативу нашего губернатора по этому поводу Безусловно, поддержка, особенно вот с первым ребенком, ну, с первым, и со вторым, и с третьим ребенком, поддержка нужна в любом случае будет Вот, но, с другой стороны, будет ли явно это мотивировать завести первого ребенка? Вот, вот, насколько это сподвидит семью, завести первого ребенка Принципиально это, может быть, не будет тем критерием, что теперь вот я буду завести первого ребенка Но, безусловно, если у человека возникает, а, насколько я знаю, там, часто мы общаемся, да, так, с друзьями, с коллегами Для многих людей, действительно, отсутствие материальной уверенности, оно является ограничением при принятии решения о соведении первого ребенка Второй, третий ребенок, они, как бы, немножко проще сейчас в этом плане получаются, потому что, ну, уже, все уже, давайте дальше, значит, да Первый шаг сделаем, можно двигаться дальше Тут просто было очень, когда первый ребенок появляется уже, ты многие вещи не знаешь, да, как с этим дальше Жизнь кардинально меняется, можно сказать Так что здесь, я считаю, что эта мера поддержки, она значимая, вот, и суммы, получается, для поддержки, ну, очень немаленькие Вот, я думаю, что принять решение завести первого ребенка, вот, имея уверенность, самое главное, есть уверенность, стабильность и уверенность в финансовом положении Что человек всегда сможет обеспечить и себя, и ребенка необходимыми вещами, вот, необходимыми услугами и всем остальным Она, конечно, очень хорошая история Ну, хотелось бы нашим областным властям, в том числе, пожелать не останавливаться на достигнутом, еще подумать Подумать над новыми мерами поддержки, потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, как родители, что, ну, денег очень много, мягко говоря, не бывает В семье, где подрастают, когда нужно и вещи покупать, и кружки, и секции, и, в общем, затрат и расходов всегда очень много Данил Мамин, заместитель главы города Кирова в нашей студии Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, полтора минуты она буквально продлится, и мы продолжим нашу беседу Особое мнение на 101FM 12 часов и 31 минута, мы снова в прямом эфире Данил Мамин, заместитель главы города Кирова, продолжаем наше общение В продолжении детской темы, тема общефедеральная Госдума приняла в окончательном втором и третьем чтениях поправки, которые запрещают использование учениками телефонов во время уроков Вопрос, который обсуждался много-много-много лет, якобы много претензий и предложений поступало и со стороны родительского сообщества, и со стороны педагогов Вот тем самым надеются законодатели более сосредоточенную атмосферу, располагающую к учебе, создать в классах Ну вот вы, опять же, как родитель, как у вас ситуация в семье с пользованием телефонов на уроке? Жалуются на ваших детей? Нет, учителя? Ну вот я знаю, что в некоторых учебных заведениях такая практика уже проходила, да, то есть дети перед началом урока Вплоть до того, что складывали коробочку Они сдавали телефоны, да, совершенно верно И с моей точки зрения, конечно, это правильно Потому что в любом случае телефон — это отвлекающий фактор Там пытаться говорить о том, о его необходимости в процессе урока, ну это какое-то такое лукавство определенное Вот, но со стороны детей дети пытаются обосновать, что вот мне нужен там и калькулятор, мне нужны часы, ну такое Вот, но мы понимаем, да, то есть что данная инициатива, конечно, она безусловно правильная Вот, там цифровой определенный такой детокс в том числе этим обязательно нужен, да То есть мы нужны в какой-то степени с этим делом не то чтобы бороться, да, но его регламентировать Вот, и в школах, если телефоны на время обучения будут там складываться в какие-то отдельные контейнеры, может быть, сейфы Вот, это хорошо все Здесь единственный вопрос, самый главный, как всегда, в любом законе — это его контролевое выполнение Вот, потому что давайте тогда чуть-чуть глубже посмотрим, ведь кроме телефонов есть там смарт-часы, да, что-то еще Вот, мы говорили на прошлой неделе, да, например, дети, извините, которые болеют диабетом, у них система контроля уровня сахара в крови тоже привязана, завязана на телефон Вот такие моменты И поэтому здесь контроль выполнения вот этих как раз решений, он очень такой сложный Ну, я так по общению со своими же детьми там знаю, что в момент активного контроля использования телефонов были случаи, когда дети сдавали один телефон Да, на хранение там, да, второй телефон оставался с собой Ну, более мощный Да, более другой там Более лучший, да Поэтому здесь вопрос именно выполнения Я понимаю, что основная задача данного закона в том, чтобы учителей, ну, скажем так, было четкое и понятное основание, почему у ребенка не должно быть телефона на столе Вот это да, и это очень хорошее подспорье для учителей, то есть сейчас у них будет полное правовое для того основания Не нагрузит ли это еще излишне педагогов еще и за этим-то следить, господи, Иванов с телефоном, Сидорова там с телефоном сидит Не, ну, на сегодняшний день Нарушили, родителей в школу вызывать, наказательно это пока еще не предусмотрено, насколько я знаю Но я думаю, что там наказывать их это вопрос, это решение не Госдумы, конечно, должно быть, это все-таки вопрос там администрации, там, образовательного учреждения, руководства Поэтому здесь нужно говорить о том, чтобы тем самым мы формировали эту культуру, культуру жизни обучения без смартфонов, да, то есть именно это должно быть неким таким триггером, чтобы и родители уже понимали, действительно, что должно быть именно так И преподаватели имели у себя, ну, хорошую, понятную, там, аргументацию для того, чтобы именно в таком формате дети дальше продолжали образование Вернусь к тому, о чем говорил в самом начале Город активно украшают к Новому году Я не буду вас спрашивать про финансовую сторону этого вопроса Тут, по-моему, каждый год вот эта перепалка начинается Зачем такие большие траты бюджетные? Давайте предпринимателей будем привлекать Хорошо, просто я к тому, что у нас из года в год набор этих элементов, аксессуаров, он примерно один и тот же Ёлки, гирлянды, подсветочка и так далее Вы как человек в дизайне, имеющий свое веское слово Может, мы чего-то не знаем, может быть, как-то по-особому нужно уже украшать Новый год, чтобы элемент новизны какой-то был Какие сейчас вообще тенденции существуют? Ну, смотрите, здесь, ну, как бы, в Волсовике 33 буквы, новых мы букв не прыгнем Не придумываем Выше определенного места Вопрос просто в том, чтобы грамотно использовать имеющиеся инструменты, прежде всего Вообще, есть, конечно, тенденции, да, определенные То есть, это, ну, на сегодняшний день, там, использование каких-то крупных форм в оформлении Вот больших городов, допустим, используются, да, уже такие увеличенные, допустим, красивые фигуры, там, большие медведей, там, олени Вот, в Москве существуют, выставляются, и раньше таких не было То есть, по мелочам не распыляются Да, совершенно верно Ну, это вообще в целом эстетика оформления городских пространств То есть, здесь нужно хорошие, значимые объекты, которые сопоставимы, ну, с территорией, на которой они находятся То есть, это должна быть всегда увязка, да, то есть, театральная площадь, она требует одного объема Там, сквер, например, там, на улице Калиниево, там, он требует, там, более локальных таких форм Это, с одной стороны, с другой стороны, немаловажный момент Да, там, технически это, ну, если видишь, светодиодное оформление, это какие-то, может быть, там, гибкие неон Такие более красивые эстетичные элементы Но самый-то важный момент, как это использовать И вот здесь я как раз сторонник того, чтобы на территории всегда присутствовали элементы оформления Которые привязываются местные, национальные, там, скажем так В нашем случае, ну, то есть, есть какие-то типовые узоры, которые четко, однозначно идентифицируют оформление к нашему городу Та же дымка, что ли? Ну, это может быть и дымка, могут быть какие-то просто элементы, там, связанные, которые для нас узнаваемы Та же дымка может работать не чисто в дымковском варианте, да, да, а вот просто та символика, которая заложена мастерицами Она же имеет много очень разных символов, элементов оформления, которые будут узнаваться И здесь как раз та же задача, я считаю, чтобы оформление проходило, ну, вот оно было индивидуально Человек, увидев фотографию, условно говоря, по-простому, в соцсетях, он понял, что это вечерний красивый город, тут и Киров А не, там, соседи наших регионов Не Юшкарлан, не Севкарлан Да, потому что сейчас чаще всего используются, ну, такие некие универсальные символы, которые, ну, не имеют никакой идентичности Это не очень правильно То есть вот здесь как раз привязка к нашей идентичности, это было бы хорошее развитие Ну, может быть, одна из основных, или, может быть, даже самая главная причина в отсутствии Этой идентичности в новогоднем оформлении, это то, что это будет дорого, возможно, чересчур? Нет Вот я вам могу очень, скажем так, весомо ответить, что с точки зрения изготовления и производства Это будет стоить ровно столько же, сколько любая другая типовая конструкция Может быть, даже дешевле в чем-то, вот, потому что мы понимаем, что должно быть сделано И здесь будет затрата, но и то даже не затрата будет, скажем так Это организационная составляющая, которая потребуется для того, чтобы придумать и красиво, грамотно это запроектировать А, собственно говоря, производство работы, изготовление этих элементов, это уже, соответственно, совершенно стандартный вид работы У нас буквально полминуты, даже меньше, если можно, то коротко Тут компания Superjob провела опрос среди кировчан, чтобы они хотели изменить свои жизни в наступающем году Самые популярные ответы Больше читать, заниматься самообразованием, больше уделять времени близким, наладить личную жизнь, спортом заняться и так далее У вас есть желание с Новым годом что-нибудь реализовать в своей жизни? Слушайте, вот, очень коротко, но я бы хотел реализовать какие-то интересные проекты, на самом деле, которые, ну, скажут По концу года в городе социальные сделать, чтобы в конце года следующего вот так же с вами наинтересовать Вот смотрите, вот мы сделали вот такие интересные, хорошие истории Спасибо большое, Даниил Мамин, замглавы города Кирова, всего доброго, до свидания Спасибо, всего доброго Особое мнение на 101FM